Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! В эфире передача «Живая память о войне». Передача, герои которой помогают нам узнать больше о той Великой войне. В сильных и мужественных людей воспитало то героическое время. Те, кто выжил, дождался победы, а после стал отстраивать нашу страну заново. Люди мечтали о том, как заживут они хорошо, как будут создавать семьи, растить детей. Михаил Максимович Аксенов тоже мечтал. Мечтал стать учителем. Сбылась ли его мечта? Узнаем у него самого. Сегодня у нас в студии ветеран Великой Отечественной войны Михаил Максимович Аксенов. Михаил Максимович, вам было 16 лет, когда началась война. Вспомните о тех годах, когда вы были еще совсем-совсем юным. Ну, я короче скажу. Война началась, когда мне исполнилось 15 лет. Так, пораннего объявили в газетах, написали, что внезапно, без объявления войны, немецкий контроль, Гитлер, значит, обрушился на Россию, Советский Союз вообще. Неимоверность силы. На него к тому времени уже вся Европа работала на военную лад. А у нас вся артиллерия и конные, так бы, подразделения, сравнить технику и живую силу. Это, конечно, нанесло нам серьезный удар. Желание одного, особенно после стала выступления Иосифа Истерионовича Сталина. 3 июля 41-го года он по радио объявил целую программу, к чему идет и к чему привезет. Он обратился так к граждане, товарищи, братья и сестры. Нас страной нависла серьезная опасность. Враг рвется к Москве, хочет покорить и прочее, и начал дальше разбивать. Так, вот, чтобы этому противостоять, необходимо всему народу сплотить свое единое желание разгромить и уничтожить врага. Это сказ был 3 июля, и он, заканчивая свою речь, сказал, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Так и случилось. У всего народа, все республики, 16, так вот, союзных республик, все участвовали одинаково. Вот он сейчас, фронт, киевцы, так, Украина, это мы победили. Так, это Советский Союз, Советские люди, Советская армия. Это была наша общая победа. Вот именно, общая, нельзя удать, а фронта украинский, белорусский, центральный, вот, они все назывались своими именами. Михаил Максимович, расскажите, о чем мечтал, о чем мечтал, о чем вы мечтали в свои годы, до того, как началась война? Додача очень серьезная встала передо мной. Я хотел быть историком, учителем, и война началась, я начал вести календарь. Так вот, выписывал все наши достижения. Так вот, ну, промахи, какие внезапности, сила. Вся Европа, француз, за две недели прошел парадным шагом от восточной до западной границы. Безо всякого сопротивления. Михаил Максимович, у вас была большая семья, расскажите немножко о ней, и, насколько мне известно, ваши старшие братья ушли в первые дни войны на фронт. Я скажу, я в семье рос девятым по счету, последним, когда с отцом шли по деревне, так вот, то сосед сидел на крыше, крышу скрыл соломой. Вот. Ну, увидел отца, так, ну, Максимка, это что, у тебя последний? Да? Отец говорит, да, последний. Ну, кормилиц твой. Так и было. Так, а я, как член коммунистов, уже стал комсомольцем был, в пионерах был, так вот, воспитывался беспредельной преданностью своему народу, своей родине. Так вот, никогда, нигде не вступал в противоречие. Так, пять, три брата, один политрук армейский, 26 июня погиб в Литве. Там оттуда письмо прислали и хранили, так вот, да, геройский, двоим Кряжев, политрук и Петр Максимович Аксенов взяли дегтяревские пулеметы. И во время обеда, который часть окружила эту братовое подразделение, так, обстреляли за столом, с котенками валялись немцы и все. И дальше наши проходили и нашли пулеметчиков и Кряжева, и Аксенова, пробитыми как касками. Так вот, а часть, ой, министр был. Он вышел с подразделения, с дивизии, тогда комдив был, тогда же не было звания. Так вот, комдив, комдармани, комкоро. Михаил Максимович, расскажите о самых памятных моментах войны, которые до сих пор остались в вашей памяти. Первое – это победа под Москвой. Первое – как колокольчик на весь мир объявили, что советские войска, так вот, разгромили немецкие подразделения, которые рвались к Москве. Да, и вы угнали его больше сотни километров от Москвы. Да, освободили там Волголамский, а еще-то я забыл сейчас уже. Я все это фиксировал и думал, придется молодым школьникам рассказывать это. Я хотел быть историком, учителем. Ну, выходили мы и в райком комсомола, целым педоучилищем. Так вот, секретарь райкома Толмачев был, выйдет. Сынки, идите, и ваша очередь придет. Вот, так, сейчас не могу, вы еще не доросли до этого. Да, ну, значит, я, мы тогда писали сочинения. У кого, какой маяк, маяк впереди. Я, так, братья военные были, так вот, второй инженер железнодородных войск. Вот, о звании я не понял, инженер называли и все. Вот, ну, и я написал, а Климент Ефремович Ворошилов был народный комиссар. Так, я написал стихотворение и рассказывал на каком-то утреннике, так, в школе. Так, Климент Ефремович, пишу тебе письмо. А если на войне погибнет брат мой, милый, пиши скорее мне, Климент Ворошилов. Я быстро подрасту и встану в место, брата, с винтовкой на посту. Ну, так и случилось. Он 26 июля погиб, а я, значит, 26 декабря 42-го года был призван добровольцем в воинской части. Но нас повозили вокруг Москвы и направили на Дальний Восток. Так, там нам объясняли, что наш агент Рихтер находится, потихонечку, как говорили, в штабе японском. Так вот, и сказал, Япония перед этим выступлением, так вот, уже почувствовала, что такое красная альмия. Во-первых, на Халкинголе, так вот, там вся часть, весь Халкингол был трупов и завален японскими. Так вот, на озере Хасан в 1938 году, так вот, мы, говорят, знаем русских, как они воюют. И мы не, хоть и подписали контракт с Гитлером о совместном нападении, но мы выступать не будем. Поэтому Сталин сказал, что, что пацанов кидать, не опытных, не обученных, давайте их заменим в Сибири, с сибирскими войсками, так вот, и на Дальний Восток. Закаленная хорошая армия. Так вот, нас повезли туда, мы целый месяц ехали, сутками стояли, пропуская поезда с Востока с вооружением, прям готовилась Сталинградская битва. – Ну, вот пришла победа. Вот расскажите, где, как вы встретили эту победу? Какое было настроение у всей страны? – По-моему, где-то в лесу победа девятого… Ну, стрельба была, стрельба, салюты. Так вот, сто грамм давали, а там добавляли. Хорошо. И я ребятам сказал, что этот праздник для меня самый тяжелый. Я потерял братьев и детей, так вот. Но самый счастливый, так вот, самый большой праздник. – Михаил Максимович, вы так и не стали учителем, но посвятили всю свою жизнь борьбе с преступностью. Расскажите, как вы стали милиционером и как развивалась ваша служба в органах внутренних дел? – Это не я решил. – Так. – Это коммунистическая партия. Когда я пришел, то начальник кадров завода, он обрадовался, что коммунист, грамотный, фронтовик, так, да, придет к ним. А у них-то, когда были девушки, женщины, так, старые мужчины, безграмотные, он говорит, что вот один даже, Захаров Михаил Степанович, вот, я тебе к нему прикрепляю. Он шпинделя вытачивает для Захарных станков. Никого, никто не способен. А он, так, много работежки у него, блин, нету. Так, начальника цеха, я говорю, на пенсии должен идти, а замены нету. Так, вот, учись у Захарова, будь таким, как он, и мы передадим тебе цех 21-й. Завод даже. Так, я с такой надеждой и 3 месяца учился. Но учился хорошо. Так, комиссия пришла, так, ну, дали мне там одну, вторую, третью делать. Я все сделал, давали третий, а мне четвертый. Так, разряд. и положено было, как его, комбинзон, комбинзон, только когда ты звание токаря. Вот, начальник цеха говорит, вот, Миша, теперь я тебе дам комбинзон, оттуда ходил в брюках, в тапагах и в гемнотерке. Вот он солдат там, все солдаты звали меня. А секретарь подкома этого завода тут же я и не видел. Он говорит, нет, ты подожди, его завтра на 9 часов утра в городской комитет партии Подольска вызывают. Я говорю, да я ничего не сделал. Почему меня вызывают? А он говорит, а разве туда одних виновников приглашают? Значит, тебе что-нибудь хотят другой поручить? Ну, что, не знаю. Так, он сказал, чего-нибудь у тебя есть одет на бюро? Есть пиджачок и брюки так простые. Вот ты их погладь и в 9 часов будь в горкоме. Там вызовут и скажут тебе. Он, конечно, знал. Так, я пришел к техническому секретарю утром, так, спрашиваю, а зачем меня? Я ничего не делал. Она также мне сказала, сюда не только виновные, сюда и порядочные люди идут. да, когда меня вызвали, их было человек 20 членов бюро. Все, я потом узнал всех. Ну, они говорят, согласно постановлению Совета министров и ЦК КПСС от такого числа, там, 41-го года, так, не, не, не 41-го, а 50-го года, 50-го, да, коммунистов, родовики, грамоты направляются в органы МВД, а там в основном уголовный розыск. Ну, вот, нас человек 20 было по очереди, по одному, так, я говорю, да вы что, я хотел стать учителем войны, так, вот-вот, и занимайся, учи народ, под юридическим законом, так вот, чтобы они выполняли все честно, трудились честно, так вот, и имей в виду, это тебе партийное задание, и мы спросим, как ты будешь выполнять. Я сказал, слушаюсь, и все, через три дня получишь расчет на заводе, и вот Кузьмин, полковник, вот к нему, ясно, ясно, так я стал оперуполномоченным, потом сыщиком, так, вот, потом, значит, в Домодедово начал строиться аэропорт, а меня вызвали в область, и говорят, ты коммунист, фронтовик, хорошо, сейчас работаешь, успех и у тебя хороший, хороший, просто, наверное, помогал, вот, ну, и добросовестность, и товарищи очень были все хорошие, там, Копылов, Киселев, Иванов, много, всех ко мне, как к сыну, так, обращались, послали меня начальником Домодедовского, я говорю, да я ничего уж не знаю, ты все знаешь, ты будешь хорошим начальником, ну, так, а потом в 59-м году, 59-м, да, приехал начальник Ленинского райотдела ко мне и говорит, сучеленков у себя, я говорю, у себя, ты не говори, что я приехал, я приехал тебе стендировать, видный начальником, а видный красота, я мечтал, да, я говорю, Александр Иванович, если вы меня так оценяете, я с удовольствием к вам приду, он, только не говори об этом сучеленку, так вот, вот он бой поднимет в горком партии, и все, это все горком обком сделает, так, да, и через, наверное, дня три ко мне заходит сучеленков начальник и говорит, звонили с управления кадров с Москвы, так, сказали, найти вместо его, а я уже был начальником розыска, подольщика, так, вот, да, подходящего, и прислать к ним на консультацию, на утверждение, ну, я сказал, Берон, который меня сосватал в милицию, он все бумаги, все запросы в армию, писал, совет он взял, мы хотим использовать его на работе в милиции, так вот, как вы считаете, так, вы с ним много лет работали, достойно, так вот, ну, все ответили, да, и я оказался здесь, ну, что скажу, отец у меня, он не коммунист, сочувствовал, потому что сыновья, все коммунисты, так, все одним желанием жили, чтобы народ был уверен в своем органе, так вот, в братском органе, что разъясняли законы, ты, я скажу, я семьи-то не видел, день и ночь, то в аэропорту, то еще где. Полностью отдавались службе? Конечно, помню слова Владимира Ильича Ленина, который говорит, сила милиции в связи с народом, и я, когда стал начальником, я у участкового, что это плохо, а ну-ка, я пойду с ним и посмотрю, как он работает, идем, стол сидит, мужики, или женщины, так вот, ну-ка, пойдем, не говори ничего, так вот, что я, проверяю тебя, или чего это, так, я просто наблюдаю, так, вот, я буду говорить, а потом народ будет говорить. вы знаете этого? Кто говорит, знаем, кто говорит, нет, вот поэтому, а были такие случаи, что говорит, а ему чего говорить, сколько ему не говори, он все равно ничего не сделает. Вот тебе слова Владимира Ильича точно были, так, и второе, что передали тебе люди, чего это, какой-то, никому не говори, кто передал, что передал, то есть выполняй свою работу. Михаил Максимович, вы в органах с 1951 года прошли путь от операуполномоченного до начальника криминальной милиции. Что бы вам хотелось пожелать сегодня тем сотрудникам, которые служат в органах внутренних дел? Что честно работать, главное полюбить свою работу. Я полюбил и прямо скажу, вот первые годы, первые годы, я даже с женой в кино не сходил, да и некогда, когда какое кино тебе, да, и я обижался на горком партии, а потом, когда вот вырос и стал уже более серьезно подходить к этим вопросам, то думаю, только такие люди и могут выполнять жалобы и просьбу, ведь гражданин или гражданка в жизни никогда не пришли, не сказали, пойдем на свадьбу, так вот, а идут обиженные и клеветой, и правдой, и там, и убивают, и избивают, то есть народ обижен, надо поддерживать морально человека, и всегда надо говорить, здесь, он будет наказан, так вот, и чтобы был действительно наказан, так, и ему, этому хозяину, который пожаловался, надо объяснять, или письменно, или словесно, честно, самое главное, честно. Спасибо вам, Михаил Максимович, за то, что вы пришли к нам в студию, огромное спасибо за ваш ратный подвиг, за то, что над нами мирное небо, и спасибо за то, что своими воспоминаниями вы даете нам возможность жить так же, как и вы прожили, и нам есть на кого равняться. Спасибо еще раз. А я напоминаю нашим телезрителям, что это была программа «Живая память о войне», огромное спасибо, что все это время были вместе с нами, честь и хвала ветеранам, которые еще живы, и вечная память тем, кто сложил свои головы на полях сражений. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова